Вот сейчас прошел второй Майдан. Возможно ли сейчас, что будет третий подъем Майдана? Я бы не хотел, чтобы был третий Майдан, потому что третий окончательно разорвет страну и ничего хорошего там не будет. Нам нужно закончить второй. Закончим второй, тогда опять же будет все хорошо. А закончим его тем, что мы должны объединиться в Украине и, по крайней мере, задать вопрос своей элите, которая так называемой элите, которая себя сама назвала элитой. Вот эти вот выборы, которые произошли, это как раз и есть латмусовая бумажка всего того происходящего в Украине. Что зашли те же самые. Как можно изменить, если те же самые элиты? Это до бесконечности будет. И поэтому я приехал конкретно к вам, партии ветеранов России. Потому что это действительно то, что нужно сейчас давать и в Украине, и в России. Потому что эту землю и нашу украинскую землю смогут сделать, крашить только те люди, которые что-то уже сделали для государства своего. Это военные, это врачи, это спортсмены, которые проливали под кровь за эту землю. Потому что действительно делами своими, не словами, как политики, а именно делами своими показали, что они достойны быть ветеранами в этой стране. Я вот, когда в Украине служил, у меня, ну, ты сам знаешь, что такое недовщина, да? Да, конечно. Так вот, у меня недовщина была совсем другого плана. Я, если ты можешь научить, то ты дед. А если ты не можешь научить, то какой же ты дед. Вот, и сегодня, вот тот же принцип должен быть. Политики должны сначала у нас, у ветеранов спросить. А это уже мы подумаем вообще и посмотрим, и расскажем, как им сделать. Чтобы сейчас донести до народа, и народу украинскому вообще объяснить, что это бессмысленная война сегодня. А тут объяснять не надо, они это уже знают. Все знают. Люди понимают, да? Все это знают. И это же очень важно, если сейчас объединить и поднять людей, и донести, что, да, был Янукович. Практически ничего не поменялось. Пришел Порошенко. Тише схемы, даже те же бизнесы. И откаты в два раза больше. То есть каждый приходящий, вот я делаю для себя анализ, каждый приходящий президент в Украину ведет еще к худшему, к худшему. Ни один не сделал хорошо. Все ведут, я уже ужасаюсь и боюсь, что там следующее это все уже, крах полный. Потому что ни один хорошо не сделал. И поэтому я не вижу в них смысла. В этих людях я смысла не вижу. Я не вижу смысла в этой парламентской системе, которая есть. Потому что меняются шило на мыло, и все остается, даже не на прессе, вот еще хуже. Но нужны люди, вы сами прекрасно понимаете, нужны управленцы, нужны организаторы, чтобы сейчас именно поднимать саму Украину. И те события, которые сейчас произошли, грубо говоря, Украина живет в хаосе. Правильно я понимаю? Да. То есть деньги. Откуда взять деньги? Вот финансирование сейчас, какие-нибудь заложили в Украину, то, что получила украинская власть. Их задача отработать денежные средства, понимаете? Такое. И те транши, которые поступают в Украину, это большие деньги. Дело в том, что на сегодняшний момент Европа и все остальные, которые дают деньги таким лидерам, как Порошенко и Янукович, так пускай они у них требуют. Ну зачем ему деньги давать, если он бандит? То же самое сейчас и с Порошенко. Вот по ситуации, Камиль, мы сейчас возьмем, я говорю, вот еще раз, именно те факты, то, что когда поступают вооружения, именно вооружения Соединенных Штатов Америки, именно натовское вооружение... Я вот сейчас, я не видел его. Я, я, вот, еще раз буду повторять. На пункте Новозоск, когда зашла колонна российских танков, на пропускном пункте Новозоск, у нас были только автоматы АК-74 и подствольники. А вот, а сколько вы говорили? И АКМ-ы. Сухпай, понимаете? Вот, да, вот, то, что все сухпои практически были американскими, и получается... Ну, опять же, я, ты видел эти сухпои, или вам показывали это по телевизору? Нам показывали это все по телевизору. А вот я скажу, у нас нет, у нас, ну, у нас сухпоев не было, у нас была украинская тушенка. Это все то, все то, что нам поставляет украинский народ. Камиль, ну, мы же прекрасно понимаем, что вот тоже правительство Украины, которое сейчас в целом называют, те, кто воюет в ДНР, в ЛНР, их называют экстремистами, их называют террористами, понимаете, да? То есть, то, что те люди, которые своим волеизъявлянием не хотят именно принимать ту политику, политику Порошенко. Вот, смотри, они же не признают Порошенко. Мы не признаем власть Украины. Так и я Порошенко не признаю. Ну, дело в том, что я, когда нужно было встать, я встал. И не начал воевать против своей страны. А я начал воевать за свою страну. Вот разница. Я воевал и буду воевать за свое государство. Почему нужно, может быть, откуда я знаю, тему Новороссии дал такой народный депутат Царев. А чем он лучше вот этих всех остальных? Это же он дал эту тему. Так вот, почему не за него, слышите, Царев, ты же такой же, как вот эти все. Ну, это же правда. Ну, а я против, я знаю, что Царев и Порошенко одним миром мазаны. Нет, мы прекрасно понимаем, что это, говорю, это все деньги. Деньги, деньги, деньги. Еще раз доказываю, деньги. Но то, что сегодня, если, я говорю, вот то, что происходят те события и на Донбассе, и в Донецке, и в Луганской народной республике, народ прекрасно понимает, мы не признаем Порошенко и всю действующую вот эту власть. Мы ее не признаем. Так мы можем. И они не хотят признавать. Вот, чтобы сегодня остановить эту кровопролитную войну, а Порошенко ее с этой властью, ну, он ее никогда не остановит. Они не откажутся от своих денег, от своего капитала. Тот же Коломойский, который постоянно финансирует, понимаете, да? Плюс еще и здесь сейчас отношение самого Рената Ахметова. Он сейчас задействован, вот Ахметов сам принимает непосредственно участие. Давайте начнем с того, что там действия Коломойского или же Ахметова. Я лично не видел, что там кто-то куда-то дает деньги. Это все опять же. Я говорю реально. Я не знаю, там Коломойский, Петренко-Сидоренко или Ренат Ахметов на эти деньги дают. Я не знаю этого. Я лично этого не видел. Камиль, да, мы сейчас... Но то, что они враги, я знаю точно. Потому что мы видим то, что обмундирование, вооружение, то есть все полностью поставляется только имя. Но откуда взять сейчас... Я, опять же, вот я не видел как-то обеспечения оттуда. Я видел обеспечение именно украинского народа. И техническое обеспечение, извините меня, те танки, которые стояли на складах, они уже ресурсы выкатали. У нас нет ничего нового. У нас нет ничего нового. Камиль, мы... Чтобы сказать, что это поставила Америка, вот это вот новое вооружение, я этого не видел. Смотрите, мы прекрасно понимаем то, что эта война, вот по вашему мнению, то есть она прекратится или она не прекратится? Она прекратится... И до каких пор она будет продолжаться? И что нужно сделать, чтобы ее остановить? Прекратится тогда, когда мы все друг друга поймем, что мы действительно есть народ, который в свое время был вместе. И в воле и случае, там обстоятельств, мы оказались в разных дворах. Но мы все равно остались одним народом. Ну, с той властью, с которой вот сейчас заявляет Порошенко, сколько было соглашений? Женевские соглашения, да? Минские соглашения. А что в Минских соглашениях вообще было? Вы знаете? То, что вышли, сказали, мы договорились. Так вот об этом-то и есть. Так вот давайте начнем хотя бы для себя... А что... О чем же они договорились, интересно? Ну, о чем они договорились? Мы же этого не знаете. Не вы не знаете, не я не знаю. О чем же они договорились? Одно понимание остановить войну. Одно понимание... Ну, какое же это понимание, если война идет? Мы в сентябре, когда вернулись, мы прежде всего сказали и обратились к Порошенко. Дайте четкое понимание, куда мы идем, о чем вы договорились, цена этих смертей, которые на сегодняшний день происходят, зачем, если вы уже договорились, расскажите об этом слуху. Дело в чем, мы сейчас реально, я говорю именно о том, чтобы донести до украинского народа, вот говорю, снести именно Порошенко и снести именно ту власть, которая сейчас прежде всего. Да давайте по-другому поставим вопрос, давайте заставим их работать, а мне какая разница, Порошенко, Петренко будет, я не шел туда за Порошенко, на эту войну, я шел туда за целостность и независимость своей страны. Да будет бесполезно, понимаете, бесполезно то, что вы их уже не заставите, они будут выполнять именно свою цель поставленную и задачу. Так вот в России вот этого понимания даже нет, что можно заставить, а у нас, у украинцев, уже появилось это понимание, вот этот вот Майдан посеял уже, по крайней мере, уверенность в народе, что мы можем спросить всех людей, которых мы избираем и которым даем право мандата этого. Я с ними встречался, со всеми, я на Майдане видел каждого, потому что наша палатка стояла за сценой Майдана, они проходили мимо нас. И с каждым мы практически с Алексеем встречались и мы говорили такие слова, что нам все равно, кто будет президентом, мы на спичках возьмите, выделите, и выделите, и скажите, я президент. Ну чтобы ты четко понимал, что президентство это не преференция, это ответственность перед народом. И если народ пришел и сказал тебе гоньба, то лучше уйди. Если похлопал, иди дальше правильно. Вот так это должно быть. Вот это президент. Камиль, а вот в целом сейчас настроение, еще раз, украинцев, им ближе все-таки быть, ближе с Украиной, либо ближе быть с Евросоюзом? С Украиной? С Украиной. С Россией, да, с Россией. Либо, еще раз, я возвращаюсь к тому, что я сказал. Нас не нужно заставлять дружить с кем-то против кого-то. Давайте будем просто друг другу братом, другом. Ну, заставлять, ну, почему мы себя ставим в такие условия, что мы должны против кого-то дружить постоянно? Вот мы берем пример. То есть оставляют в покое. Здесь политика какая? То есть те же Соединенные Штаты Америки, страны Евросоюза, грубо говоря, оккупируют полностью вашу территорию, заставляют ее своими войсками, своим вооружением на Украине. Так сейчас российские войсками... Подожди, подожди. Сейчас? Да, сейчас, да. Вы, я... И в последующем вот то, что... Ну, вот я тебя, ну, приезжаю в Украину, и если ты мне покажешь хотя бы одного американца, ну, тогда я сниму шляпу, скажу, ты прав. Но я не видел ни одной техники американской, я не видел то, о чем ты говоришь. Я не видел. Вот поверь мне, это так. Вот, смотрите, сейчас первоочередная задача, чтобы предотвратить, остановить войну. Цель, вот. Чтобы ее остановить сейчас. Что нужно сделать? И что необходимо сейчас? Чтобы остановить войну на Украине? Для того, чтобы остановить войну на Украине, нужно, во-первых, разобраться в вопросе. Я сейчас расскажу, почему я принял решение. Я буду повторяться, возможно, но я буду говорить. Когда Майдан закончился, с этим Майдан на антимайдан были согнаны тетушки, так его называли. Это те люди, которых Виктор Федорович Тянукович освободил из мест заключения с костюмом по два-три года. После того, что произошло, их собрали в команды Луганская и Донецкая областя, плюс Крей. Дали им командиров. Я не буду утверждать, что это были российские командиры. Но есть и такие сведения. Вот эти группы начали раскачивать ситуацию. Просто начали раскачивать ситуацию. Донецк еще до апреля месяца, до мая месяца, они смотрели на все то, что происходило. Мне звонили менты, которые говорили. Нам предлагают сейчас... Комиссионеры, мы уже уходим. Мы прекрасно понимаем. Я просто хочу сказать, если это бунт криминальный, то любое государство имеет право. Мы же говорим о том, как это все остановить. Потому что это потом коснется вас. Мы должны четко понимать, что Украина это Донбасс и Львов. Камиль, вы же прекрасно понимаете. Я еще раз, сколько раз говорил, поясняю то, что Порошенко и те лица, которые находятся рядом с ним, их интересует полностью политика Соединенных Штатов Америки. И задача... Это пускай их интересует. Пускай их интересует. Дайте нам возможность разобраться с ним самим. Вот просто дайте возможность. Просто так он сейчас не уйдет. И власть... Получается, смотрите, я следуя вашей логике, я вам говорю, что нам выходит легче биться с братьями, чем если к нам американцы придут. Так получается вот так вот. Вот так же получается. И вы разумеете, что нам легче биться между собой, чем действительно, когда придут угрозы и действительно... Они диктуют условия. Сейчас диктуют условия Порошенко. И то, что он говорит, открытые заявления. То, что мы будем воевать, то, что мы будем бомбить. Конечно. И то, что войска так же будут продолжать. Конечно, в этой ситуации Порошенко выгодно говорить народу, смотрите, на нас Россия нападает. Совершенно верно. Нам нужен друг Америка. Совершенно верно. Ну так вы же выходите с Али, поэтому пути идете. Единственное, Америке сейчас выгодно вот это кровопролитие двух братских народов. Совершенно верно. Абсурд, полный абсурд. И получается, что и те, и те играют по дудку американцев. Ну это технология просто. Просто технология, в которую мы оказались. Мы должны с этим разобраться. Разберемся нам лень. Да не будет вашей, Украина. Есть народ, который вот мы, люди, восстали против Януковича. Так мы не хотим ни тех, ни других. Просто, абсолютно. Нам нужно просто граница наша. И мы будем сами развиваться. Без помощи России ничего не получится. Да мы согласны, помогайте нам. Мы согласны в этом. Ничего не получится. Ну, как так? Это ж не помощь, что получается, что мы друг друга долго. Что это за помощь такая? Какое количество людей загубили? Какое количество людей погибло в целом, да? То есть в этой войне. Тысячи. И понятно, что Порошенко, он не остановится. Он будет идти дальше. Понимаете? Сейчас хотят расчертить полосу, выстроить забор, отделить территорию. Что мы будем сами по себе. ЛНР, ДНР. То есть будут сами по себе. Но мы понимаем, что если бы ЛНР и ДНР, они бы не встали. Да никто не вставал, пойми, я тебе говорю правду. Что эту ситуацию искусственно раскачали. Потому что там на площади в Донецке кричали слава Януковичу. А где кричали слава России. А потом начинали между собой траться. Это искусственно раскачанная ситуация. Вы это поймите. Что это вот так вот. А вот теперь давайте будем разбираться. Если это не Россия, значит это Америка. Но эта ситуация создана искусственно. Никакого ЛНР, ДНР в помине не было в Донецке. Все-таки основная задача остановить эту кровопролитную войну. Основная задача. Да, основная задача остановить войну. И плюс ко всему сейчас, чтобы украинский народ понимал, если в последующем не будет третьего Майдана, если завершить этот второй Майдан, то с этой властью, с этой властью, которую сейчас на Украине, с ней я считаю невозможно дарить. Да, понимаете, нам же не дали даже возможности это сделать. Понимаешь, ты правильно говоришь. В том случае, если мы завершим второй Майдан, то об этой власти уже и вспоминать не нужно. Потому что это именно так. И второй Майдан был именно для этого. А не для того, чтобы их поставить в власти. Смотрите, сейчас задача объединить людей. Людей старшего поколения. Именно ветеранов всех категорий. Всех категорий ветеранов боевых действий. Ветераны спорта, науки, творчества. И внести именно свой вклад. Именно вклад во что? Чтобы предотвратить войну, это первое, это раз. Второе, с этой властью, которая сейчас находится, еще раз говорю, которая находится сейчас на Украине, с ней договориться невозможно. Единственный вариант ее полностью снести. Ну, с Яценюком, с Тимошенко. То есть, неутопляемые, непотопляемые эти, грубо говоря, корабли, которые на сегодняшний день, вы правильно сказали, та власть, которая была при Януковиче, да, произошла определенная люстрация, пройдет именно та власть, которая будет отстаивать интересы. Никакой люстрации не будет при тех депутатах, которые на сегодняшний день пришли. Это все, это все слово. Смотрите, проводим далее. То есть, наш следующий этап, шаг. Мы проводим объединительную конференцию. Да, то есть, именно мы призывать будем и ветеранов России, и вы также ветеранов, да, и народ, и народ прежде всего, да, остановить эту кровопролитную войну. Далее, следующий этап. Ну, эта власть, которая вот сегодня находится снова, я говорю, возвращаясь на Украину, она нелегитимна. И с этой властью, ну, не получится ничего решить. Не получится, бесполезно. Я понимаю, я поэтому еще раз говорю, если мы завершим вторую Майдан, она автоматически ее не будет. Потому что Майдан стоял не за них. Вот проблема сейчас в чем? Убрать вот это все руководство сейчас на Украине? Война остановится, поверьте. То есть, приостановится. То есть, все закончатся вот... Правильно. В этой ситуации ЛНР и ДНР решили для себя, что так легче, мы лучше там у себя каждый... Вы же знаете, что из 8 группировок, насаждающих вот эти вот республики непризнанные, большинство криминальные. Вы поймите, ну, Камиль, вот... Ну, как это выгоняете? Они не признают сегодня Порошенко. Да они никого признавать вообще не будут. Они не будут признавать ни Порошенко, никто бы пришел. Они никого не признают. Они никого признавать не будут. В этом вся беда. Потому что нужно было бы разговаривать с кем-то взять и, ну, человек адекватно сказать, давай мы лучше поговорим, нам не нужно с тобой биться. Ну, он ничего не решит, потому что там нет вертикали власти одной. Смотри, сейчас прошли выборы. Там сформировалась новая власть. По крайней мере, то есть начинает выстраиваться новое государство. Новое государство выстраивается, чтобы выстроить все институты, всю вертикаль, чтобы навести порядок. Понятно, что до этого был хаос. Но, Камиль, я еще раз то, что к чему веду. То, что если бы народ захотел на том же Донецке, в Донбассе, в Луганске, они бы, то есть народ бы восстал и полностью поддержал политику. Дело в том, что в этой ситуации, вот то, что ты говоришь, как раз играет на руку вот этим властям. Потому что существование вот этих непризнанных республик всегда это напряженность и очаг на восточных границах Украины. Это постоянно будет очаг. И вот в этой ситуации вот эти будут сидеть во власти и зарабатывать дальше. Понимаешь? Потому что лучшие сыны находятся на войне. А если они... Не выгодно никому, чтобы там было спокойно. Спокойно в том случае будет, если останутся границы Украины, и мы здесь порешаем сами, со своей властью. Братская, она ни в коем случае... Но братьев не убивают. Но вы поймите, что ваш народ, то есть не то, что ваш народ, а украинский народ, братский народ, его сегодня просто использовала. Определенная верхушка, круг лиц. Там три человека, пять человек договорились. Так я же еще раз говорю, что если бы тогда нам дали с ними разобраться, мы бы разобрались. То нам не дали этого сделать. Нас послали на войну. Я не знаю, с какой целью запутали, не запутали. Ну, я вижу только одно. Если бы нам дали время, их бы не было. Была бы Украина, и у нас бы все было хорошо. И дружили бы мы с братом, и дружили бы мы с другом. Но намеренно нас туда послали. И создали вот эти республики криминальные. И дальше оно так будет. Потому что выгодно кому-то, для того, чтобы в Украине был хаос. Чтобы вот эта труба, которая проходит по Украине, поделилась. И в этой ситуации эта труба становится дороже. И газ на выходе становится дороже для Европы. И та же самая Америка в этом случае заполняет свои терминалы, и на Европу продает газ. Все. Тут не нужно много думать. Оно вот так вот есть. Ну, почему мы тогда заложники всего этого? Смотрите, вернемся назад в историю, когда вступить в блок НАТО. Сколько предложений было от Порошенко. Вступить в блок НАТО. Сколько они просили. До Порошенко пускай куда хочет туда и вступает. Ну, на сегодняшний день делается так, чтобы мы все явно видели, что с запада нам идет добро, от своего брата нам идет зло. И самое интересное, вот это зло делаем брат, чтобы от него... За невестик нам ближе к нам будете. Сейчас уже неизбежно. То есть колесо крутится, колесо идет дальше. И каждый день погибают люди, умирают люди. И на Украине вы же прекрасно понимаете, что вы приехали к нам. то, что вы сами чувствуете, что вы использованы. Вас используют. Именно снова используют. Порошенко не до власти. А, на той позиции, что я к вам приехал. Да. На тот момент, пока я был там, ни те, ни эти погибали. Не погибали, да. А вдруг моих пацанов. Я для этого там был. И на Майдане был для этого, чтобы ни те, ни те не погибали. Вот, чтобы сейчас предотвратить, я еще раз говорю. Задача вот ветеранская наша, и ваша, и наша. Мы должны вот это все предотвратить вместе. Когда-то мы были, мы служили в одном подразделении, и у нас не было ни хохлов, ни кацапов, ни узбеков, ни татар. Все мы принадлежали одному подразделению. И там подприкрывали другую спину. Вот сегодня такой момент, что мы уже взрослые, не должны идти воевать. Камиль, вот дело именно в чем? Вот сейчас, чтобы, я еще раз говорю, поднять народ и предотвратить войну, а именно, прежде всего, украинский народ, и довести. Они же знают, что, то есть, война, она так и не остановится. Там экономический кризис, и, то есть, кризис в целом наступит, тем более, впереди зима. Да, чиновники между собой, руководство, они договариваются, решают свои вопросы. Но пока, вы правильно говорите, пока народ не воспрянет, и скажет там, то есть, я именно о чем говорю? Ну, с той властью, ну, никак не получится. Да, зачем вам эта власть? Не нужна она и нам, и вам она не нужна. Мы должны думать о себе. Я еще раз говорю, если мы будем говорить о том, что давайте, да давайте на них просто положим, и будем жить вместе, как мы хотим жить, а не так, как они нас заставляют. Народ, потому что политики между собой не договорятся. Мы еще раз говорим. Политикам нужна эта война. И политики между собой ни ваши, ни наши не договорятся. И поэтому мы здесь для того, чтобы народ между собой договорился. Это будет быстрее и проще. Камиль, смотрите. По приезду вы улетаете в Украину. Правильно, да? В Киев. Далее, в последующем ваше действие. Вы проводите у себя конференцию объединительного толка. Так я понимаю, или как? Ну, то есть, конференцию после того, что мы делаем, я думаю, будет слово, не то, что назвать это конференцией, мы будем разговаривать с людьми, и мы уже разговариваем с людьми. Я еще раз говорю, и с ЛНР, и с ДНР. Я сказал, мы готовы разговаривать с теми людьми, которые хотят мира. Давайте сделаем телемост совместно. Давайте сделаем действительно телемост. Мы договариваемся на телемост, собираем наши общественные организации, наших руководителей, сделаем обязательно рассылку, постараемся в течение двух недель. Давайте сделаем телемост. И попытаемся разобраться вот в этой сложившейся ситуации, чтобы, то есть, в целом разобраться, что же происходит, то есть, да, то есть, где вот это все это зарыто, и кто во всем виноват. Чтобы не Порошенко, Путин, ехали где-то в Минск, и там Кучма, которые вообще непонятно, какое отношение имеет на сегодняшний день. Я думаю, что формат передачи должен быть не в той позиции, у кого там прибор был еще, понимаешь? Да, да. А в той позиции, что мы действительно, мы одного цвета кожи, у нас вера одна, у нас прошлое одно. Вот с этой позиции мы должны говорить. А не в той позиции, что я там старший брат, а ты младший брат. Ну, мы не договоримся. Мы понимаем, что в последующем и настроение, то есть, украинского народа, оно будет в большей степени нарастать недовольство. И сейчас так же говорят, как у нас здесь, у нас говорят в России, что в последующем украинский народ, он еще пожалеет вот то, что обо всем содеянном. И вы правильно сказали, что не будет украинской? Вот не нужно вести позицию о том, что украинский народ пожалеет. Да и российский пожалеет. Понимаете? Чем тысячи, которые сейчас... И российский тоже пожалеет. Если у нас не получится диалога, об этом пожалеют все. И это уже реально, значит, угроза не просто там территории российской и украинской, это угроза всему шарику. Хорошо, смотрите, мы тогда с вами договариваемся именно на чем? Останавливаемся на конференциях по сбору общественных организаций. Вы работаете на своей территории, то есть, в Киеве. И мы здесь будем планировать, сделаем рассылку на общественные организации и, в общем, выработаем и концепцию, и план стратегических действий вообще на последующее, чтобы, то есть, не допустить, прежде всего, кровопролития и разобраться во всей сложившейся вот этой ситуации. Потому что, я говорю, здесь все-таки состав, если будет присутствовать руководители из ветеранов, из бывших, но бывших не бывает, чтобы поставить точки над «и». Ну и на этом, я думаю, мы тогда и остановимся. Во-первых, вас поблагодарить, вам сказать большое спасибо, что вы приехали к нам, и это очень важно для диалога, и как и для меня, тоже и для молодого политика в целом вообще понимать. Я сам тоже себе задавал неоднократно несколько раз эти вопросы. Почему же это происходит? Кому нужна эта война? А когда же она остановится? Потому что многие, многие ей задают эти вопросы. И мне, когда же, то есть, остановится это кровопролитие? Но я для себя тоже четко понимаю, что естественно здесь, и то, что мы сейчас в России находимся, то есть, в эту либеральную эпоху, здесь тоже определяется много своих определенных сложностей и в экономическом плане, и в политическом плане. Потому что и финансовый кризис, экономический кризис, то, что мы к чему пришли. Единственное сейчас, то, что необходимо, это единство народа. Единство. Это очень важно понимать, потому что силы народа... Братского народа. Да, братского народа, силы въединений. Да, у нас, ранее у нас был союз советских социалистических республик. У нас не было никакого разделения, там, узбеки, таджики, молдовы. Но, увы, к сожалению, то есть, это сейчас вернуть очень сложно. И мы, то есть, те былые времена, я вспоминаю только, то есть, с добротой, с добрыми воспоминаниями. И даже с гордостью. Да, и с гордостью, совершенно верно. И хотелось бы поставить точку. С вами был Резяп Фальдарт, председатель политической партии, партии ветеранов России. Сказать вам еще раз Камень, Иван Алексей, большое спасибо, что приехали на диалог. Это очень важно учитывать, потому что, то есть, все начинается именно с переговоров. Потому что, нужно вести переговоры. Мы должны договариваться. Любая война рано или поздно заканчивается. Только разница в цене, сколько смертей будет. Если мы можем хоть каким-то малейшим шагом изменить этот ход истории и уменьшить это кровопролитие, значит, мы должны это сделать. Валетов Камень Рафединович до 2 декабря 2013 года работал в шахте, шахта Челюскинцев в Петровском районе города Донецка. На участке ДМУ горно-рабочей в принципе моя биография. Несколько слов о себе Алексея Цепко. Чемпион Украины, восьмикратный чемпион Украины, был капитан национальной сборной по регби, был президентом Федерации Регби Украины. И вот на сегодняшний день стал военнослужащим. В жизни даже предположения не думал, не давал даже шанса, что я когда-нибудь возьмусь за оружие и стану защищать свою страну. Ну вот произошел вот такой вот момент и я оказался передовой. И увидевши и разобравшись во всем этом, я думаю, что вот совместными усилиями, объединившие эти усилия российского народа и украинского, только мы имеем возможность остановить это безумие. По-другому я просто не могу назвать. Ну все, спасибо.